Девочка-пай Здравствуйте, дорогие девочки, мои постоянные зрители и новые рукодельницы! Вы на канале Нитка-Ниточка, с вами я, Оксана Перуцкая. Сегодня я решила вот такую ярмарку вам показать. Это ярмарка моих текущих работ, моих задумок, которые я планирую показать вам в ближайшее время обязательно. И, конечно, давайте всё по порядку рассмотрим. Когда начинается любой творческий процесс и начало не предвещает пока ещё финального результата, всегда очень хочется, получив первоначальный результат, обязательно поделиться со своими единомышленниками тем, что приходит в голову неожиданно в процессе вязания. Вот сейчас я не могу остановиться и буду рассказывать и вязать одновременно, потому что то, что я получила в результате сочетания нескольких видов пряжи, не может храниться спокойно внутри меня. Я взяла моточки вот такой секционной пряжи. Они уже были героями моих предыдущих роликов, где я показывала, как вяжется патентная и полупатентная резинка. И, конечно, заядлые вязальщицы меня поймут, потому что иногда мы начинаем что-то вязать, не понимая, что именно мы пытаемся создать. То же самое было на этот раз. Я, конечно, слишком наивно полагала, что два моточка, длина нити, в которых довольно большая, 500 метров, будет мне достаточно для производства целой вещи. Ну, если бы это была просто вязаная на большом номере спиц лицевая гладь, тогда я в этом не сомневаюсь, потому что у меня уже были такие варианты вещей. И носила я их, конечно, с превеликим удовольствием. Но мы с вами знаем, что полупатентная резинка и патентная резинка, так же, как, скажем, обычные соты, берут очень много пряжи. Поэтому, начав вязать этим узором, я оказалась в небольшом тупике. Мне невероятно понравилось то, что у меня получается. Скорее, вот с этой стороны, которая больше похожа на патентную резинку. Хотя основная вязка здесь, да, вы узнаете. Полупатентная резинка с обратной стороны. Я поняла, что надо что-то делать, потому что связать свитер из двух мотков, и чтобы он был такой большой, пушистый, ну, не оверсайз, ну, по крайней мере, не сильно плотно облегающий, конечно, невозможно. Поэтому я взяла на помощь свой любимый кидмахер и стала добавлять к вот этим секционным ниткам кидмахер в тон. Мне показалось, что вот этот вот цвет, который я тоже часто использую в других своих работах, подойдет идеально. У кидмахера прекрасная длина нити. Вот этот вот бежевый оттенок называется 60557. И начала я с ними вязать. Но даже взяв два мотка вот этого и прибавив к двум моткам вот этого, я понимала, что из длины нити тысячи метров я все равно ничего не смогу, в конце концов, выкрутить. Извините за такой народный термин. Тогда я решила попробовать. И сначала эта проба у меня произошла на вот этом бирюзовом варианте. То есть, что я решила применить? Ну, во-первых, к бирюзовому я взяла такой же, очень подходящий оттенок кидмахера номер 42503. И решила, что я буду присоединять его к секционной пряже. И для того, чтобы увеличить длину нити в моей работе, я обратилась к бирюзовому цвету вот таких Ализе Лана Голд 800. Мы с вами все знаем, давно любим эту пряжу. И у меня, конечно, на канале есть вещи из нее. И эта вещь голубого цвета, по ней сделано несколько роликов. И вы можете найти их внизу в ссылочке в описании под видео. Там связана и китлевка, и весь свитер я показываю на себе, и о нем рассказываю подробно. На этот раз мне захотелось уже взять бирюзовый оттенок этих ниток и к ним добавить, конечно, тоже кидмахер. Получилось, что я провязываю два ряда из вот этих, а затем два ряда из вот этих. И у меня, конечно, увеличится вдвое длина нити, и я могу расслабиться и вязать такой длины свитер и такой ширины, какой захочу. Почему же произошла такая ситуация? Все очень просто. Когда я покупала вот эти четыре матка секционной пряжи, это были остатки в магазине. И я не могла больше добрать нигде. Они у меня лежали, лежали. Я понятия не имела, что я из них хочу. И, естественно, когда время проходит, нитки либо снимаются с производства, либо их перестают продавать. В общем, мои попытки найти где-то еще абсолютно такой же оттенок в интернете не привели ни к чему. Да я, собственно, не очень люблю покупать в интернете. Мне проще пойти. И даже, в общем, зная номер пряжи, все равно хочется ее пощупать. Потому что в разных партиях, вы, наверное, сталкивались, бывают разные сюрпризы. Поэтому, не найдя больше пряжи в таких вот двух оттенках, я решила вот так вот разнообразить и спасти ситуацию. Теперь, что касается вот этого розово-кабучинного цвета. Ну, во-первых, он получается невероятно красивый, невероятно нежный, восхитительный. И вот как мне удалось этого добиться. Значит, вы уже знаете, что кидмохер я добавляла к вот этой пряже. А для того, чтобы сочетать через каждые два ряда что-то еще, я вот такой решила выбрать оттенок Ализе Суперлана. Здесь у нас тоже 570 метров довольно много. Цвет 60-523. В магазине продавался чуть более бледный цвет, но тоже был только один моток. Поэтому я решила выбрать на один тон поярче. И, скажу вам прямо, я не пожалела. Если бы я взяла тот более бледный оттенок, мне бы не понравилось то, что происходит. Было бы просто все очень бледно. А здесь я невероятно довольна. Смотрите, они очень-очень подходят друг другу. Я надеюсь, камера сейчас вам это демонстрирует. Значит, тем более, с помощью вот этого же оттенка Кидмахера, который я добавляю к первому клубку, я немножечко как бы погашу яркость вот этого цвета, и результат будет очень приближен к оригинальному мотку. На вот этой полупатентной стороне более четко проявляются полосы цвета капучино, и их разбавляет вот этот розовый цвет, смешанный с цветом слоновой кости. Я решила, что мне совершенно необходимы эти два свитера, хотя они будут, скорее всего, абсолютно одинаковые. Вяжу я их с одинаковым набором петель, и вот в процессе работы я задумываюсь, может быть, один из них сделать подлиннее, или в одном сделать просто горловину обычную, а в другом V-образную, потому что, например, у меня есть водолазка бирюзовая, которую я в очень сильный холод смогла бы вниз надевать под вот этот бирюзовый свитерок. В любом случае, моя давняя мечта иметь свитер и не один, связанный вот такой английской резинкой, но двухстороннюю, патентную английскую резинку я почему-то вязать не хочу. И в предыдущих роликах я уже рассказывала о том, что я не раз пробовала это делать. Мне не нравилось, как выглядят бока, мне не нравилось, как выглядят прибавки на рукавах, и поэтому я решила все-таки вязать полупатентную резинку, и лицом в готовой вещи будет вот эта вот сторона, которая похожа на английскую патентную резинку. Вот такие мои планы ближайшие. И я вяжу то одни, то другие, беру в руки спицы, и невероятно приятно держать их в руках. Вязание идет и продвигается очень быстро, вот как вы видите, хотя в принципе такие узоры не только больше пряжи берут, но и дольше вяжутся, потому что мы с вами провязываем один ряд и второй снимаем. Поэтому вот считайте, что в полтора-два раза дело идет медленнее. Вот такой небольшой мой рассказ, которым я очень-очень хотела с вами поделиться. Если вы находитесь в такой же ситуации, у вас мало пряжи, или она секционная, и ее достаточно, но вы не хотите вязать просто полосками, вы всегда можете добавить что-то в таком ритме, в таком режиме, как я вам сейчас продемонстрировала. Вот тот значительный контраст, который можно наблюдать в этом розовом образце, не такой явный в бирюзовом, но все-таки, я думаю, вам издалека видно, что вот такие вот незначительные полосы все-таки будут появляться на протяжении вязания полотна. И мне кажется, что очень явные секционные полоски уже давно всем надоели, и многие не знают, как от них избавиться, и, как мне кажется, вот это один из замечательных вариантов. Ну и если вас заинтересовал все-таки вот этот цвет, хотя я не думаю, что, возможно, уже не продается этот оттенок, 28-080, на всякий случай. Следующая моя текущая работа очень понравилась тем, кто подписан на мой инстаграм, и кто состоит в группе в фейсбуке. Я выкладываю постепенно фотки этого процесса. Вот здесь у этого свитера с круглой кокеткой начало его вот такое вот над резинкой. Конечно, я планирую подробное видео об этом свитере отдельно. Сегодня только покажу его под заголовком процессы. Вот этот ярко-желтый цвет, он похож на цвет карри. Это стопроцентная шерсть. Вот такая у этой шерсти этикеточка. Значит, здесь 300 метров в 100 граммах, и цвет называется 14-225-600. 100% шерсть турецкая, очень хорошо вяжется. Основное полотно вместе с вот этим орнаментом я вяжу спицами 3,5. Вяжется он легко, быстро. Никакой схемы для вот этого орнамента круглой кокетки я специально не рисовала и не придумывала. Я только взяла вот такие волны, и потом начала вокруг этих волн на ходу что-то придумывать. Я подробно буду говорить о том, где я подсмотрела идею и как ее развела в своем случае. Буду рассказывать, когда будет сниматься и готовится видео про этот цветырок. Скажу только, что я закончила все убавки, и по задумке авторов этой модели, мне нужно будет вязать еще росток. То есть здесь будут поворотные ряды, которые я в скором времени планирую начать делать. Но, как вы уже поняли, меня вот это вот розово-бирюзовое вдохновение отвлекло немножечко, но он лежит на моем рабочем столе рядышком, и, конечно, все время моргает мне и требует «Закончи меня и покажи свою работу окончательно своим подписчикам и новым посетителям канала». Ну и, конечно, вот эти мои заготовочки, очень интересного, на мой взгляд, узора. Я давно связала, и очень хочу связать их на ваших глазах. Сейчас у меня конкретно в эту минуту не так много времени, потому что это такой очень быстрый ролик для тех, кто хочет вдохновиться какими-то работами, которые делают разные вязальщицы, кто ищет вдохновение, кто ищет каких-то подсказок творческих. И я обещаю, что видео про этот узор, который, как вы видите, имеет две версии, потому что в одном случае доминирует один цвет пряжи, и в другом преобладает его оппонент, его конкурент и его же союзник. На самом деле у меня есть и еще недовязанные проекты, которые лежат в моем рабочем шкафу с прошлой зимы. Это и свитер моему мужу, который, в общем, осталось довязать, и работы совсем немножко. Он мягенький, из семеновской пряжи. И я мечтаю к нему вернуться, потому что он невероятно красивый, при этом тоненький, да, на такую не очень холодную, прохладную погоду. И у меня, конечно, начаты на вот таких вот спицах Ади носочки, которые я назвала бисквитики. Вот такие они будут у меня интересные. Начала я их вязать тоже весной, и все никак не могу до них снова добраться. И, конечно, безусловно, я все это довяжу и превращу в ролики, которые обязательно вы увидите на моем канале. То есть планов у меня очень много. И вот этот мой свитерок, в котором я сочетаю семеновскую пряжу, которой тоже очень мало, и кидмохер. И это был свитер, который я уже довязала, включая кокетку. Сейчас вы видите его фото на своих экранах. Это то, до чего я добралась зимой. Но потом одна маленькая деталь вдруг бросилась мне в глаза. Не буду раскрывать подробности. Возможно, когда он будет готов, я расскажу об этом честно и откровенно. И я заставила себя его распустить и начала вязать снова. Да, многих повергает эта информация в шок. Как можно распустить свитер, который был практически полностью готов. Вы видите на своих экранах, какой он был красивый. Но, поверьте, это имело смысл. И новая его версия будет, я уверена, не хуже. Я даже выкладывала в своих социальных сетях фотографию с информацией о том, что вот эта конкретно вязка, придуманная мной, глядя на какой-то готовый свитер, найденный в интернете, стала обложкой недели в одной из англоязычных вязальных групп на Фейсбуке. Это все происходило прошлой зимой. Я очень горда тем, что я вот так по своему методу сочетала эти полосы. Люди признали это сочетание оригинальным, хотя, конечно, состоит это все из знакомых всем вам элементов. Но, тем не менее, вот такая высокая оценка моего творчества меня не может не радовать. Я надеюсь, вам понравился мой сегодняшний рассказ. По крайней мере, я очень старалась. И поставьте лайк. Таким образом, вы поддержите меня в моем творчестве. И до новых встреч на моем канале. Я желаю вам от всей души вязального и творческого настроения, вдохновения. С вами была Оксана Перуцкая. Всего вам доброго. До встречи. Пока. Пока.